9 человек погибли и 17 получили ранения в результате обстрела в СССР в самопровозглашенной ДНР в минувшую субботу. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении отметил, что временное затишье на фронте связано с подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов. Возможно, сейчас некоторым из вас кажется, что после серии побед у нас наступает некоторое затишье. Но это не затишье, это подготовка к следующей серии. К следующей серии очень важных для нас слов, которые должны быть услышаны, потому что Украина должна быть свободной. Вся. В воскресенье Россия заявила об успешном отражении украинского наступления в Херсонской области, сообщив о многочисленных жертвах среди военных ВСУ. Помимо этого, Минобороны России сообщила о нанесении ударов по украинским позициям в Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, а также в самопровозглашенной ДНР. В Краматорске одной из целей стала крупнейшая гостиница города. Украинская сторона заявляет об обстреле частного сектора, в результате которого пострадали пять человек и три десятка домов получили повреждения.